Придется туда к нам. Пока президент не ответит нам за то, что он допустил в этой стране. По-моему, другого нашего гражданства долго быть не может. И надо... Очень сожалею, что это произошло. Вчера была, конечно, расстроена, шокирована. Был как членом семьи. Вот, к сожалению, только что я узнал, ну, очень жал, такого человека убивают. Просто это ужасно. Ужасно. Просто я плакал дальше. Я очень сожалею, что именно с ним это случилось. Я, честно говоря, утром сказал, лучше бы это произошло со мной. Почему это может происходить, то, что происходит? Ну, вы знаете, если откровенно говоря, это все-таки происходит из-за того, вот, как говорится, рыба гниет с головы. Остальное, я думаю, все понятно, правда? От системы все отношено. От системы, только от них. Рыба тухнет с головы. Так вы думаете, будет когда-нибудь раскрыто это убийство? Не, ну, навряд ли. Мень, тальков, холодов, бета-бесовку. Ну, у нас безнаказанно ничего не бывает. Конечно, будет. Будем надеяться. Я уверен, что сейчас за этим тоже ничего не последует. Я думаю, что это не точка в этом деле. Будут еще жертвы, пока вот власти не одумаются. Живем, как нищие. Новокузнецкая, дом 30, корпус 2. За одну ночь этот адрес стал всенародно известен. Здесь никто не объявлял митинга. Люди идут сами. Некоторые стоят по нескольку часов. Просто стоят и молчат. Стена у подъезда Владислава Листьева превратилась в стену памяти. Нет человека и могилы нет. Но есть вот эти цветы и свечи. Милиция ведет себя вежливо. Только в подъезд никого напускают следственные мероприятия. И последнее сообщение. Похороны Владислава Листьева состоятся в субботу 4 марта. Сегодня в 19 часов по московскому времени выйдет в эфир авторская передача Влада Листьева «Час пик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова